всем привет с вами вета и сегодня хочу поговорить с вами о такой палетке купола ее глэмшо кстати очень недавно не она пришла но она мне уже успела полюбиться и понравится давайте я наверное покажу вот нереальная просто красавица девочки она думаю может влюбить просто любого себя она довольно таки насильная потому что до этого я обозревала фиолетовую палетку она более кукольная это палетка не скажу что она скучная но она будет выглядеть попроще на глазах поэтому выбирайте сами также рассказывали рассказывала что в этой палетке просто нереально полять матовые оттенки при наборе любой кистью или это бочонок или это какая-то вот плоская кисть все это летит все пылится я не скажу что слишком большие осыпания под глаза но когда ты только набираешь оттенок даже сейчас я покажу палетку и до этого протирала она лежала я несколько раз вот переставляла с полки на полку и вот посмотрите что мы уже имеем и это я еще не брала кисть когда кисть это все намного больше здесь проблем но она она того наверное стоит все таки она красивая девочки очень красивая палетка давайте теперь посмотрим по цветам первый цвет это топпер вот такие вот хлопушки здесь я бы его сравнила есть такие оттенки у колор поп нереально красивый оттеночек очень хорошим для высветления и для использования над броном для надборного пространства нереально красиво конечно он цветится дальше тоже красивый такой оттеночек видите такой насыщенный красивый теперь матовый вообще пигментация у глэмшоп она достойна внимания она большая на высоком уровне дальше такой оттенок каждый оттеночек кстати здесь назван очень маслянистый оттенок он как какой-то вот металл но здесь нет отдельных блесточек то есть это металлический отлив так у меня есть похожие вот в однушках наверное это будет оттенок террот а ну у девочки да если вы хотите только этот оттенок тогда берите террот у глэмшоп они очень схожи только вот этот вот немножко больше фиолетовый отдает а это более голубой но я думаю на глазах он будет вот минимальная разница будет просто в оттенках конечно да можно сэкономить взять вот этот вот таррот красивый оттенок дальше показывает называется он дакста вот такой красивый красиво блестит очень следующий оттенок с блёсточками блёсточки они остаются у вас навеки но по стечению вот носки макияжа не все-таки куда-то девается и такой немножко суховатый оттенок для затемнения тоже очень красивый конечно очень плотный красивый оттенок я бы не сказала что эти тени простые использования есть вот эти вот спарклы да там сатины вот эти вот их текстуры необычные на они простые думаю потому что максимально все что им нужно это какая-то клика база а вот с матовыми нужно поработать их нужно отушевать вот поэтому кистью нужно уметь платить я хотела с такой палеткой ателье сравнить это тринадцатый ну я уже вижу что здесь просто нечего сравнивать разве что может последние вот эти вот оттенки хотя нет девочки давайте все таки да давайте я их нанесу буду наносить на эту руку вот у ателье здесь 1 сатин и дальше идут матовые с мельчайшими вкраплениями блёсточек блёсточки они практически незаметны вообще навеки вот это вот я кстати очень люблю и оттенок и последний как же их показать вот но в принципе два последних они похожи да вот два последних они похожи но тут вот тушуется в работе наверное и то и то будет сложно не выше левел но сложно и хочу сравнить вот такой палетка от милани это у меня 0 4 плам бейсикс я сразу могу сказать что вот эта палетка она делает глаза заплаканными а в этой не все оттенки таким занимаются здесь есть похожий оттенок вот этот вот но у глэмшоп он отдает в розовый но по текстуре они похожи на этот больше в персиковый теперь давайте наверно что-то наносить до чтобы как-то отличать эти оттенки практически не видно потому что формула но здесь кстати еще блёсточки настигены милане тоже кстати хорошая пигментация палетки неплохие но как-то я думаю что все-таки на них иногда такую большую цену ставят они не стоят больших денег это неплохая бюджетная я считаю палетка но те деньги которые от нас хотят украине явно за них не платил именно за этот бренд я бы не платила тоже а также 1 немножко похож по текстуре они больше схожи и два последних вот и все да девочки ну что ж что могу сказать аналогов у меня нет да эта палетка оказалась какой-то вот универсальны это у меня конечно еще много палеток в которых вот я думаю все таки что-то похожее можно будет подобрать из алиэкспресс у меня есть но у алиэкспресс я вообще не брала принципиально потому что качество у них будет хуже чем глэмшо поэтому я не захотела брать есть у меня еще другие палетки но так чтобы в наборе подошли несколько оттенков все таки нет у меня таких она займет нужную позицию не главную но такую нормальную позицию в моей коллекции я и думаю любите пользоваться ну кстати наверное фиолетовая мне полюбилась больше для девочки наверное нужно все таки если честно выбирать по случаю вот фиолетово она более такая кукольная и вот ты например на какое-то там важное мероприятие ты наверное все таки возьмешь вот такую вот чтобы не очень сильно бросаться в глаза чтобы не быть разукрашена куклой хотя с другой стороны а кто запретит главное девочки это не то подходишь ли ты под какие-то каноны нравится ли ты кому-то или нет главное как ты себя чувствуешь если ты накрасилась какой-то вот ядреной палеткой ты чувствуешь себя королева значит все будут чувствовать что ты королева а если другие сомневаются значит ты не уверена в своей красоте поэтому девочки записываем открываем дневник и записываем домашнее задание первое что вы должны сделать это полюбить себя это задание номер один понимаете не то что там постирать по убирать или чем-то еще там заняться я знаю каждый у нас полный полно проблем до детей отмыть мужа накормить ну в общем девочки домашнее задание на первое место мы ставим себя счастливая мама счастливы будет и ребенок и счастливым будет им уж поэтому цените любите и оберегайте себя а все остальное оно потянется все остальное притяните вы поэтому любви вам любви и до новых встреч и встретимся мы конечно же в новых видео всем пока